Поперек крепкой и дружной семьи. У нее пять петишек, одна сама шестая, а стержень основа мужчина, семь семья. Пока одни толпятся в фойе, разглядывая магические атрибуты, другие уселись в кресло концертного зала. Но все они верят, что святки – это время сверхъестественного. Мы ей на зеркало гадали. Я застала те времена, когда даже в городе здесь наши родители прямо на улице Гагарина в свое время ряженых, перебивались. Я маму узнавала только по колечкам, гранатам. Гадали прямо на сцене. В ход шли не только традиционные атрибуты, такие как свеча, ложка и кольцо. В качестве вершителя судеб выступил петух. Он предсказал зрителям перспективы на будущий год. Славяне верят, если петух поклевал зерно – жди удачу. Благодаря аппетиту пернатого удачливыми стали все без исключения. Ну и куда же без каледы? Открывайте сундуки, доставайте петаки! Доставайте! Разорил зрителей ансамбль «Верхнеудинская слобода». Кстати, в этом году артисты празднуют пятилетие коллектива. Для меня это творчество, жизнь моя. Мне нравится работать с детьми, особенно с такими маленькими, которые стоят рядом. Я просто обожаю. Приятно дарить людям радость. Приятно, когда дети поют, танцуют. За все время существования «Верхнеудинская слобода» взрастила не одно поколение артистов. На сцене филармонии они выступили совместно с будущими преемниками – молодым коллективом «За бабушкам». Елена Темникова, Евгений Павлов. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...